Как этот процесс можно понять на простом жизненном примере? Очень просто. Вы находитесь где-то в горах, и эти горы покрыты лесом. Вы хотите прийти к какому-то озеру, которое находится в долине между горами. Вы находитесь на склоне к горы. В какую сторону нужно идти, чтобы прийти к озеру? Понятно, что вы хотите делать шаги в сторону, противоположную от направления, которое ведет к вершине горы. Или в сторону, которая противоположна склону горы. Таким образом вы делаете шаг. Дальше, в следующий момент времени, у вас склон уже под вашими ногами немножко изменился. Возможно, направление склона немножко изменилось. Тогда вы делаете шаг уже в направлении, которое противоположно направлению склона, уже в этом месте. И так далее, до тех пор, пока не сойдетесь к озеру. Вы не можете идти напрямую к озеру, потому что горы покрыты лесом, и вы не видите, где там находится озеро. Вы можете понимать, где вы находитесь только по небольшой окрестности вокруг вас. Субтитры создавал DimaTorzok